Всем привет! Сразу же нон-стопом пишу второе видео, потому что времени ограниченное количество. Теперь с 10 до 7 я работаю. YouTube я не покидаю, буду пилить видосы. И сейчас, за несколько дней последних, я столкнулся со старыми телефонами. Если кто постарше, наверное, помнят, что когда-то давно все мы, именно то поколение, рожденные в 80-е, первую половину 90-х, ходили, это было как развлечение, да, ходить по салонам связи и смотреть журналы, которые там были представлены, смотреть на телефоны, которые были выложены на витринах. И телефоны тогда стоили, ну, на самом деле, бешеных бабок. Они стоили от 5 до 50 тысяч, и в основном это были Pantec, Nokia, Motorola, Sony Ericsson и Samsung. Это были телефоны, которые, на самом деле, они сейчас динозавры, но они... у них была душа. Я не знаю, как это объяснить, но мне в руки, то есть мастер, с которым я работаю вместе, он мне, говорит, типа, приносит, говорит, Паш, посмотри, вот Samsung S900, по-моему, как-то так, не помню точная модель. Сейчас вот вы видите, наверное, у себя на экране. Он оживил этот телефон, первый телефон, раскладушка, точнее слайдер со встроенным экраном, который показывал дополнительную информацию. Это было начало двухтысячных моделей, да, вот эта модель конкретно, например, я его взял в руки, и знаете, вот эти кнопки, вот этот экранчик, и вот это вот все, это, это, наверное, воспоминания в большей степени из молодости, не сказать, что бы из детства, но вот из такой вот молодости, которая, которая оставляет приятные в душе, в сердце, нотки именно тех переживаний. Вы знаете, в мелодию мы скачивали, друг к другу перекидывали там по каким-то ИК, по ИК-порту, и блютус это было, конечно, вообще какая-то, сверх новомодная штука, и мелодии можно было скачать по номеру, по короткому, там по какому-нибудь, стоило каких-то космических денег. А разговаривали по этому телефону, если у вас был такой телефон, и вы были не супер успешным бизнесменом, вы разговаривали, тогда в условных единицах у операторов расчеты были с абонентами, да, то есть доллары нельзя, а просто была условная единица, она равнялась, ну, грубо говоря, доллару. И, допустим, звонки были по 0,3 условных единицы, то есть, в принципе, по 30 центов. И был такой промежуток, что первые сначала, по-моему, 5 секунд, потом стало 3 секунды, они не тарифицировались. И лично я, имея сотовый телефон уже в начале 2000-х, первый телефон у меня появился в 98-99, это была Nokia, но далее в 2000-х у меня были разные модели телефонов, в том числе и Samsung, и Pantek, и Sony Ericsson, мы разговаривали реально по 5 секунд, по 5 секунд мы успевали сказать то, что нам надо было, и ждали, то есть в режиме рации, либо перезванивал человек, отвечал тебе, либо еще что-то, и вот именно те ощущения, когда ты действительно дорожил устройством. Сейчас цены такие же, только технологии шагнули вперед. Вот сейчас мы можем посмотреть друг на дружку по какому-нибудь мессенджеру, по видеосвязи, находясь просто на десятках тысячах километрах друг от друга. А тогда мы скачивали мелодию по реально инфракрасному порту. Что, что произошло с этим миром? Почему мы стали злее? Почему мы не такие же добрые? Почему мы не такие же душевные в плане теплоты и в плане отношения к друг другу? Телефоны изменились, и изменилось человечество, в том числе наше русскоязычное, русскоговорящее население. Телефоны эти остались, они также могут служить еще, наверное, десятки лет. В них надо просто поменять аккумулятор или поменять микрофон, и они будут работать и держать нас постоянно на связи. Потому что только смс, только звонки и мелодии из каталогов платных. Как-то так. Вот такое вот коротенькое видео. Если у вас были такие же ощущения, напишите об этом в комментариях. Это по-настоящему честно, по-доброму и по-настоящему. Давайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите свое мнение в комментариях под этим видео. Если хотите помочь мне копеечкой на развитие канала, первая ссылка в описании. Все полезные ссылки там же. Вступайте в группу ВКонтакте, есть чат в Телеграме. В общем-то, совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok